Добрый день, уважаемые родители! Давайте продолжим разговор по поводу Грестов. И я хочу вам сказать, предваряя рецептурный экскурс, что есть определенные все-таки правила, которые нужно соблюдать, имея дома ребенка, членов семьи и так далее. Во-первых, хочу вам напомнить, что лечение нужно проводить абсолютно всем членам семьи. Если, скажем, бабушка и дедушка приходят к вам домой очень часто, но не живут у вас, все равно бабушка и дедушка тоже нужно охватить. Дальше. Значит, животные, домашние, кошки, собаки, необходима антиглистная терапия для них примерно где-то раз в 6-8 месяцев. Обязательно, причем всем домашним животным. А если вы проводите какую-то терапию членам семьи, то подразумевается, что животным вы это делаете тоже. У них это проще. Есть определенные препараты противоглистные, очень неплохие для животных. Пожалуйста, их приобретайте, используйте, независимо от того, видите вы у животных глисты или не видите. Ну, соответственно, уборка помещения имеет значение, причем убираются не только полы, там моются и пыль, да, убираются, чистятся игрушки, чистятся полотенца, белье, но нательное белье, скажем, трусы особенно меняются как можно чаще иногда, 2-3 раза в день, и они желательно, чтобы они были проглажены. Потому что вот при термообработке глисты погибают, яйца глистов погибают обязательно. Теперь, как мы можем заподозрить наличие глистов в организме ребенка? Ну, понятно, что по анализам КАЛа, которые, к сожалению, очень редко показывают наличие глистов, чтобы их выявить, должны быть определенные условия забора. КАЛ должен быть еще теплый, вот свежий, сразу проведен анализ. Это бывает, на самом деле, довольно редко, поэтому довольно редко и в этих анализах что-то находят. Так что сдавать надо, но не полагаться целиком и полностью на отрицательный результат. Еще раз напоминаю, что отрицательный результат не является доказательством того, что глистов в организме нет. А как же заподозрить? Ну, давайте я вам перечислю сейчас симптомы клинические у ребенка, которые могут позволить вам с очень большой вероятностью заподозрить, что у ребенка есть наличие глистов. Итак, что же присутствует при глистной инвазии? Это повышенное слюноотделение, очень часто. Дальше. Вдруг снижение аппетита на фоне практически полного остального здоровья. То есть ребенок нормально ел, а вдруг он есть перестает. Или наоборот. Тоже, кстати, довольно частая ситуация, когда ребенок вдруг ел. Ну, так, не очень, и вдруг у него резко прорезался аппетит. Мама и бабушка особенно довольны и счастливы. Ребенок ест, как говорится, в три горла. Вот это показатель, говорящий о наличии глистов. Вот, а не о том, что вдруг у ребенка прорезался аппетит, какое счастье. На самом деле это не очень большое счастье, потому что чаще всего это связано с наличием глистов. Значит, тошнота, боли в голове, головокружение. Опять же, если нет никакой другой инфекции. То есть нет вирусной инфекции, нет кишечной инфекции. А вот ребенок сегодня был здоров, а на следующий день у него начинаются такие проявления. Периодически резкая боль в животе, особенно вокруг пупка. Вот, обратите внимание, да. Значит, бледность ребенка и появление темных кругов, ну, синеватых таких кругов под глазами. И в анализе крови, в обычном, у детей с глистной инвазией снижается гемоглобин, начинает проявляться анемия и повышается соя, скорость седания эритроцитов. Вот, наличие таких симптомов, совсем не обязательно, что они должны быть все, может быть, достаточно одного, чтобы заподозрить наличие глистов в организме у ребенка. Теперь давайте мы с вами все-таки поговорим, наверное, да, вернемся к тому, чего вы, собственно говоря, ждете с большим вниманием, я надеюсь. Это как же лечить ребенка. Я вам буду давать несколько рецептов, чисто вот таких народных, которые можно применять, используя, вот. Но, опять же, все зависит от характера глистов, заподозрить тот или иной вид глистов в организме у ребенка. Ну, вот это, вспомните, наши предыдущие встречи, я постарался охарактеризовать довольно подробно клинические проявления, способы заражения. Поэтому, я думаю, вы с этим справитесь. Значит, ну, чаще всего в организме ребенка возникают глисты, которые называются астрицем, антробиоз, да, вызывая, напомню, зуд в заднем проходе. Вот ребенок чешет, потом берет пальцы в рот, и все это тянется бесконечно. Значит, лучше всего на астрице действует чеснок. Как его правильно употреблять? Значит, отвариваете достаточно большую головку чеснока. Если у ребенка нет непереносимости к молоку, то лучше это сделать в молоке. То есть вы кипятите до тех пор, пока чеснок станет мягким. Потом остужаете, процеживаете, и можно вот этот отвар поставить ребенку в виде небольшой клизмы. Берете такую маленькую клизмочку резиновую и вводите ребенка в прямую кишку. Вот это содержимое. В принципе, достаточно где-то вот полстакана, даже можно взять немножко меньше, делать это ежедневно в течение 7 дней. Следующий рецепт, который можно применять, ну, видимо, у детей более старших и у взрослых, это раствор полыни. Полынь горькая, она, в принципе, везде продается, но она действительно горькая. Вот, поэтому рецепт приготовления следующий. Вы берете 2 стакана воды из кипятка, заливаете им 1 чайную ложку травы, охлаждаете, процеживаете и по столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. Напоминаю, что это горько, поэтому, скорее, чаще всего это употребляют взрослые, ну, и дети уже старшего возраста, которые могут это пить. Неплохо себя проявил раствор репчатого лука. Вы берете среднюю величину луковицу, измельчаете ее, заливаете стаканом кипятка и на 12 часов ставите в прохладное темное место. Потом процеживаете, и такой настой пьется 3-4 дня подряд, в зависимости от возраста, от четверти стакана до половины. В общем-то, вкуса такого вот острого лука нету. Он достаточно мягкий по своим вкусовым качествам. При аскоридах, да, вот длинные такие черви взрослые, которые могут иногда выходить, чаще всего они не выходят, очень неплохо использовать такую траву, которая называется белая амела. Тоже есть. Она довольно широко распространена. Вот. И готовите ее в виде порошка, по полграмма измельчаете. Чаще всего она продается в аптеках готовая. Значит. И принимаете ее в течение трех дней по одному порошку в день. То есть по 0,5 грамма в день. Для того, что... Значит, очень неплохо применять при аскоридах и для ленточных червей тыквенные семя, то есть тыквенные семечки. Как их готовить? Значит, есть разные способы. Ну, наиболее широко используемый способ – это 100 грамм самих очищенных семечек. Семечек протирает, ну, размельчаете, делаете такой порошок. Этот порошок можно растворять, этот порошок можно съедать. Так зависит от возраста ребенка. Ну, и через полчаса после приема вот этого вот иквенного семечка очень неплохо дать слабитель или сделать клизму, то есть вычистить желудок, вычистить кишечник. Довольно часто выходят, вот, аскорида выходит через, вот, благодаря этой клизме. Очень неплохо чистит организм от глистов, ну, в общем-то, известные вам продукты, такие, как морковь, например, в достаточно большом количестве, сырая, вот, либо соки сырой моркови, вот, особенно это хорошо, тогда, когда непонятно, какие глисты. Вот, но здесь нужно обратить внимание на аллергическую способность ребенка. Если нет аллергии, то, пожалуйста, используйте. Неплохое средство – это настой на березовых почках. Ну, там, где есть березы, где они растут, у нас мамы обращаются к нам со всего мира, не везде есть березы. Ну, там, где есть, значит, соответственно, есть березовые почки, в магазинах, в травмных отделах, совершенно спокойно они продаются. Значит, настой на березовых почках, столовая ложка на стакан кипятка, остужаете, процеживаете и по этот стакан разделяете на день. В течение дня можно маленькими глоточками, можно 2-3 раза разделить. Этот настой выпиваете в течение недели. В течение недели. Значит, еще раз напоминаю, что наиболее частым, часто применяющимся средством является все-таки чеснок, поэтому вот используйте его. Лучше всего его использовать вареным, потому что сырой, он достаточно тяжело воспринимается слизистая желудка. Особенно у маленьких детей он может вызвать жжение, боли, и тогда все придется прекращать. Чеснок, кстати, можно использовать и как наружное средство, особенно при острицах. Для этого он даже втирается в пятки ребенка на ночь. Вот, и все равно дает очень хороший эффект. Неплохой эффект для удаления глистов. Используется, вот, применяется растительное масло. Оно может быть как самостоятельная процедура, оно может быть использоваться в составах других процедур. Ну, например, вот такое народное средство для борьбы с острицами. Это смочить оливковым или подсолнечным маслом ватку и закрыть на ночь анальное отверстие у ребенка. Да, вот, либо ваточкой, либо марлечкой, пропитанной маслом. Просто в попу вставляете немножечко и все. Вот. Единственное, что вам нужно учитывать, что эту процедуру надо делать в течение месяца. Это абсолютно безболезненно для ребенка, ему никак не мешает. Вот, даже если он что-то там ночью сделает, это там марлечка благополучно окажется в памперсе. Ну, или на простыне у вас, если без памперса. Поэтому можно смешать немножко с вазелином, с детским кремом. Если уже есть какие-то раздражения на слизистой оболочке заднепроходного отверстия, чтобы не испытывало, чтобы ребенок не испытывал зуд. Очень неплохо вот такие процедуры делать не только из подсолнечного и оливкового масла, но и из-за масла, вина, облепихи, вот, тоже очень хорошо. Значит, кроме того, есть вот в разных регионах продукты, скажем, черного ореха, продукты различных других препаратов народных, которые вот предлагаются в течение последнего времени, они тоже дают очень неплохой эффект. И все зависит вот от правильности применения дозы. Есть таблицы, которые расписывают применение, допустим, того же черного ореха у ребенка. Обычно в стандартном аптечном растворе применяется капля на год жизни. Вот часто спрашивают, как применять, там расписывают таблицы. Это капля на год жизни, то есть ребенку три года, значит, три капли в течение дня и так далее. Вот еще раз хочу в завершение напомнить, что лечение должно проводиться всем членам семьи и всем животным. Ну, рыбок там, хомяков не надо, а вот собаки, кошек, они тоже подлежат вот такому профилактическому лечению. Поэтому я желаю вам растить ребенка без глистов, быть здоровыми и счастливыми. И до наших следующих встреч. На этом мы заканчиваем. Будьте здоровы и счастья и успехов вам в жизни. Спасибо. Спасибо.